всем привет и мы с вами сегодня во въеда и посмотрим новый район этого города сегодня мы с вами посмотрим такой район как кумарин поехали вот вы можете увидеть там же д вокзал находится прямо он туда идет сюда на ранку он там он автовокзал но и здесь непосредственно вот сюда в ту сторону располагается район кумарин который ну по сути по минут 10 до центра находится вот здесь кафешки еще у нас утро можно сказать по испанским меркам 11 часов поэтому пока только выставлена ну а так район представлен как сооружениями 60-х 70-х годов вот может быть какие-то отдельные более старые дома ну так и более новыми домами район очень живой очень живой и сейчас мы по нему немножко пройдемся есть естественно вся необходимая инфраструктура улица генерал лорса крупная улица идет артерия такая которая разделяет этот район от соседних ну и вот сейчас мы с вами по нему чуть-чуть пройдемся посмотрим улице я по возможности буду вам также показывать ну и вот я показываю дальше улице сейчас я вам покажу эту ну то есть вот такие вот улочки и вот улочки обычные достаточно ну такой вот типичный утренняя веда ну и вот вы можете увидеть как более новые постройки соответственно районну в данном плане разношерстный но он хороший в плане ну обычные граждане живут горожане так скажем хороший но вполне контингент вот рядышком с центром очень живой район как я сказал мы вот вы видели новый дом а вот пожалуйста более такие вот более старые сооружения той 60-х 70-х может что-то даже из пятидесятых имеется вот парковка меркодона то есть меркодона разные магазины вот и тому подобное здесь присутствует все необходимое школы здесь даже из кампус университета несколько факультетов кампус университета милан а ведь университета объеда вот так же в этом районе продолжаю вам снимать название улиц и тут смотрите такая вот площадь площадочка сквер наверное даже так тем не будет правильно сказать с небольшими пальмами на той стороне он деревья пострижены ну естественно как и везде во въеда как и везде во въеда достаточно чисто ну здесь в принципе чисто во всех районах практически кто смотрит мой канал постоянно знает что объеда наполнена вот такими вот памятниками разными фигурами вот которые отображают обычную жизнь жителей этого города но вот здесь вот в частности вот такая вот фигура ну и на таком фоне вот домиков вон смотрите тоже где кафешка как раз украшена домик красиво ну и вот и он тут улица пумарин идет соответственно он чуть по удальну и вот вы видите примерно вот так вот выглядят улицы ну то есть достаточно плотный конечно район ну очень живой вот и сказал бы по ценам ну здесь есть бывают цены конечно которые позволяют за достаточно приемлемую цену то есть порядка там допустим 30 с чем-то тысяч вполне приобрести недвижимость но естественно это будет скорее всего последние этажи вот скорее всего это будет электроотопление и ну дом естественно будет ну допустим каких-то скорее всего 60-х годов 60 70-е годы вот оля вот такого плана поэтому ну и цена соответственно ниже ну и это будет сам город это будет объедом вот еще один перекресток как я уже сказал здесь буквально ну да вокзала очень рядом и даже ты и до автовокзала но а это у нас непосредственно авенита де пумарин ну естественно автобусы все прочее все это есть но я думаю это понятно такой обжитой район прилегающий к центру вот одна из школ как я понимаю ну и мы вышли на более так более такую тихую часть пожалуйста остановочка все указано что приезжает но у вас мигает а мне видно то есть видимо камера так воспринимает не знаю может быть записи будет нормально я просто смотрю на экранчик вот указано какой автобус через сколько минут приедет ну и такие вот более более тихие улочки ну и вот видите да такие вот домики про них я и говорил то есть более такие он там более новый ну а тут такие уже возрасте но тем не менее крепенький достаточно нормальный ну вот ну и более того как я и сказал есть и по вполне таким себе неплохим ценам но как говорится не домами едиными есть и зеленые зоны зоны отдыха парке вот более новые зоны он туда пошли кампусы университета допустим философии например кампус но таких филы по моему филологические науки тоже ну в общем я думаю это не столь важно в данном обзоре кому надо будет то есть тут посмотрит но в целом я к тому что здесь есть кампус университета то есть соответственно есть я так понимаю и студенты непосредственно которые здесь проживают ну в том числе я так думаю и в аренду кто-то снимает соответственно это для тех кто интересуется вот именно в этой части некоторые спрашивают по поводу там допустим а купить сдавать или тому подобное на мой взгляд студентам сдавать это ну достаточно нормально так скажем ну вполне наиболее безопасно я так сказал в современных условиях когда кто-то может заселиться допустим и закончились деньги это основная такая вот какое какая может быть проблема связанная именно с арендой а выселяться не хотят но это тема отдельного ролика сейчас мы смотрим пумарин вот фонтанчик такой ну да вот в частности один из кампусов его тоже видите да зеленая зона чуть-чуть отошел вот здесь бывшие казармы представлены но это еще во времена вот такой вот парк смотрите во времена так скажем развитие города сейчас здесь университетские кампуса дали открытые они кстати были в девяносто первом году дали стимул для развития вот этого района ну и в целом все потихонечку развивается вот смотрите зона для выгула собак вон там тоже фонтанчик вроде бы рядом с центром и все услуги есть и университет вот и тем не менее можно найти достаточно тихое место пожалуйста да вот такая вот зона зеленая то есть тоже есть в районе как зоны ближе к дороге где дома так и зоны для отдыха куда можно отойти вон своего питомца вывести погулять то есть в этом плане ну а вида а вида приспособлен для жизни но недаром является столицей астурии но вот можно и сверху зайти посмотреть прогуляться то есть тоже у нас январь месяц естественно весной летом это будет конечно это самое более зелено ну и сейчас вполне неплохо вот видите газончик зелененький ну и вот традиционный ларек был с лотерейками испанцы это дело любят я уже не раз показывал и выиграют в том числе конечно здесь лотерея ну ну естественно больше проигрывают но тем не менее все равно играют ну и такой вот перекресток и такая вот улица хуакинобобэла с кафешкой но вот распогодилось вышло солнышко и уже у нас вторая половина дня я делал свои дела и продолжаю освещать район пумарин вот университетский кампус но вот специально для студентов книжечки ну и шляпа так скажем положенное на них ну и студенты тут с кампуса идут потихоньку не вот здесь же многие автобусы которые приезжают также останавливаются это допустим соседних пригородов еще каким-то образом которые приезжают других городов ну и дальше едут уже как-то вокзалу как я сказал здесь недалеко но это зона около вокзала недалеко от автовокзала тоже видите да такие вот домики и зелененькие зоны газончики детская площадочка вот такой вот район пумарин ну и что же это уже граничащие с пумарином зоны еще раз обернемся посмотрим на него ну так прошлись мы с вами немножко по этому району я думаю общее восприятие вы получили в районе пумарин вавьера актуальные цены по поводу недвижимости естественно всегда смотрите на идеалисты фотокассе вот но вам же я желаю всего хорошего до новых встреч пока кто получил